За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 129 происшествий. Из них 11 преступлений, 7 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности у 96 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъята одна единица оружия. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 2 человека, причинен материальный ущерб. В минувшее воскресенье на 36-м километре Лаевожской дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь в сторону поселка Красное, не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в Квет. На момент аварии в автомобиле находились пассажиры. Водитель и один из пассажиров госпитализированы в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы. А двое граждан доставлены в приемный покой, им назначено амбулаторное лечение. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, по результатам которой будет принято специальное решение. 1 сентября в День знаний на территории города Наринмара сотрудники отдела госавтоинспекции округа совместно с активистами Общероссийского народного фронта в НАО провели акцию «Дорога в школу». Цель акции – проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники отдела ГИБДД провели с юными пешеходами занятия о знании и соблюдении правил дорожного движения. Также вручили памятки, направленные на недопущение детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, сотрудники полиции обеспечили охрану правопорядка при проведении во всех образовательных учреждениях округа праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года. Жительница Наринмара стала жертвой мошенников, установив на мобильное устройство вредоносную версию игры Pokemon Go. 4 сентября в дежурную часть полиции обратилась жительница Наринмара с заявлением о хищении денежных средств в сумме 3000 рублей с банковской карты. По словам заявительницы, установлено, что на ее номер мобильного телефона поступило СМС-сообщение с номера 900 о списании денежных средств неизвестному ей пользователю банковской карты. Девушка каких-либо банковских действий не совершала и незамедлительно обратилась в банк и заблокировала банковскую карту. Кроме того, сотрудники полиции установили, что антивирусная программа не на телефоне пострадавшей обнаружила вирусы накануне скачанной версии игры Pokemon Go. Как выяснилось, сын заявительницы загрузил на мобильное устройство вредоносную версию данной игры. И на момент списания денег программа вовремя не была обновлена, в связи с чем произведено списание денежных средств. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В целях профилактики сотрудники полиции советуют устанавливать лицензионные антивирусные программы на свои мобильные устройства и регулярно обновлять их в целях безопасности и сохранения денежных средств. А также разъяснить своим детям об опасности скачивания нелицензионных версий игр, приложений и других программ на мобильные устройства. С 1 сентября вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Теперь теоретическая часть будет состоять из четырех блоков по пять вопросов в каждом. Допустившим ошибку или две в разных блоках зададут дополнительные вопросы. Практическое вождение можно сдать нам в автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передач. На площадке добавлено упражнение «Езда в ограниченном пространстве». Ужесточен подход к оценке навыков курсанта в условиях уличного движения. Баллы будут сниматься за остановку машины на проезжей части. При этом время на подготовку к практическому экзамену после сдачи теории увеличивается с трех до шести месяцев. Пересдача любого из экзаменов разрешается не ранее, чем через неделю. Тем, кто не сдал какой-либо из тестов три раза подряд, очередную переэкзаменовку назначить не ранее, чем через 30 дней. С 11 сентября текущего года в округе стартует первый этап Всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый». Конкурс проводится в три этапа. В первом и втором этапах конкурса жители округа посредством онлайн-голосования на сайте Управления МВД России по Ненецкому автономному округу смогут определить лучшего участкового округа, который будет представлять наш округ на заключительном третьем этапе конкурса. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова